Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы посмотрим, как справляется Xbox One Fat с игрой Cyberpunk 2077. Признаться, мне самому интересно посмотреть, как и что будет, потому что сегодня ночью я играл в Cyberpunk на Xbox Series X. Да, там не улучшенные версии, там игра идет по обратке, но, по слухам, на фатке идет куда намного хуже. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу поставить лайк, подписаться на канал. Ну, а также рекомендую наш магазин GPX Shop, в котором вы сможете приобрести тот же Cyberpunk 2077 намного ниже по цене, чем в Microsoft Store. Если что, ссылочка на группу будет в описании. Так, ну что, давайте начнем. Мне очень интересно, как и все будет. Вот, мне понравилось, в принципе, то, как идет игра на Xbox Series X, но вот как идет на фатке, это пока вопрос. Если же говорить вкратце о игре, она достаточно интересная, то есть, те моменты, которые я прошел, мне показались классными, какими-то реально интересными, и мне хочется играть в эту игру, хочется читать каждую мелочь, и, так скажем, я надеюсь, что вся игра будет топовая. Если что, каких-то спойлеров не будет, это, по сути, первые миссии, я прошел вчера не очень много. Кстати, забавный факт, насколько я знаю, тут поперечный озвучил, и влива, и еще кто-то из известных наших ребят. Кстати, пишите в комментариях, понравился ли вам Cyberpunk, играли ли вы, и на какой консоли играете, и вкатывают ли вам. Если что, играю на Full HD, ни на каком, ни на 4К. Так, и что первое бросается в глаза, так это 30 кадров. Наверное, не прям стабильные 30 кадров. Знаете, когда вы поворачиваетесь, есть такое поддергивание, будто вот кадров 25. Мне кажется, что-то подцепил, когда подключался к Биомону. Ну, знаете, в принципе, пока играть можно, ну, судя по этому элементу. Надо зайти к Вику. Давайте просто посмотрим, к примеру, в зеркало, посмотрим, каково отражение. Ну, знаете, отличие не критичное, опять же, ниже разрешения. Это заметно, особенно по бороде. Как бы там борода не прям сверхчеткая, но так или иначе. Или если же посмотреть справа снизу, опять же, будут видны текстурки, и это все на Full HD телеке. Мыльненько, но не скажу, что прям вот невозможно играть. Я думаю, для тех, у кого есть Xbox One S, Xbox One Fade, я уж не знаю, как она идет на Xbox One X. В принципе, для того, чтобы просто пройти игру, не насладиться, наверное, полными прелестями, этого хватит. Ну, на мой взгляд. Как бы, если сейчас посмотреть, то вот, вот, не знаю даже, кадров там 27, потому что, ну, вы понимаете, да? Такое вот мини-подзаедание, грубо говоря. Как бы в упор у этой игры, в принципе, ну, нормальное разрешение, но вот когда смотришь вдаль, это уже не так. И плюс, как бы, в этой игре, когда я играл в 60 FPS, сейчас я играю, ну, в 30, 30 кажутся нестабильными. И, на мой... Видали, да, какие? Чего? Я не знаю, это, ну, как засчитывать, как баг, или как просто подгрузка, потому что, ну, как-то очень странно. Ну, знаете, лично я пока не могу сказать, что прям мега убого. Может быть, я не был в каких-то экшн-сценах, но, так скажем, если бы у меня была фатка, то я бы без проблем игру прошел. Конечно, я бы не получил, наверное, все графических эмоций, которые получают другие, особенно ПК-шники. Там версия, куда, по-моему, лучше. Так, в принципе, сейчас мы выходим в город и посмотрим здесь, что и как. Вот, знаете, если вдали присмотреться, там все прыгающее, бегающее, ну, видимо, это все подгружается. Ну, признаться, фатка уже еле-еле тянет, как будто эту игру. Особенно вот нестабильные 30 кадров. Вот больше всего смущают они. Так скажем, разрешение еще более-менее куда не шло, но вот все остальное. Но, опять же, я это говорю, поскольку я видел версию чуть лучше. Версию лучше не потому, что там, грубо говоря, ее создали под Xbox Series X, а просто потому, что там она идет чуть... Если что, кстати, данная игра получит в следующем году, по-моему, улучшенную версию под новой консоли. Я думаю, что она, игра, выглядит будет еще лучше, чем сейчас. Ну, а пока, в принципе, то, что вы видите. Единственное, при таких кадрах, мне кажется, очень тяжело целиться. Как бы в игре и так приходится позаморочиться над прицеливанием, ну, лично мне. Так вот в 30 это довольно-таки сложно. Вот, знаете, когда катаешься на машине, то больше всего в глаза бросается как раз-таки разрешение, потому что спереди все мыльненько. Ну, в принципе, все это видите. Кстати, то, что вы видите, это, по сути, может быть, кажется немножко иным, чем в исходнике. Но, опять же, нужно посмотреть с двух сторон. Ну, знаете, играть можно, скажу так. Играть можно, как бы пройти игру сможем. Ну, наверное, получите не все вот эти, опять же, графические эмоции, да и, в принципе, все. Но это все говорит о том, что игру плохо оптимизировали. Я вчера играю в Киберпанк на X, получилось так, что там было тоже куча багов, недоработок. Ну, а здесь чисто не вывозит оптимизация. Данное событие, на самом деле, мне больше напоминает времена Иксбокса 360-го. Вот реально, как будто я играю сейчас на 360-м боксе. Как будто все мыльно, она уже не вытягивает, и вышел Иксбокс Уан, и это похоже, ну, на нечто подобное, так скажем. Я, кстати, видел сравнение с ПК-версией, и скажу, что на ПК она выглядит значительно лучше. Там четкость прям зашкаливает, все по уму сделали. А вот на консолях восьмого поколения, особенно самых первых, ну, в принципе, видите ситуацию. Так, ладно, я думаю, на этом мы не будем теребить больше Иксбокса Фэд. И сейчас я вам покажу то, как выглядит игра на Иксбоксе РСХ, и также это откомментирую. Так, мы, по сути, сейчас с того места, с которого были на фатке. Не знаю, почему, конечно, так произошло, но пусть будет так. Как вы видите, здесь намного все четче. Около 60 FPS, я не могу сказать, стабильные они, нестабильные, но, как бы, играть намного приятнее, чем на фатке. Но я думаю, что, в принципе, разницу вы должны заметить даже по записи. Потому что она такая вот, видимая, так скажем. Смотрим зеркало, и что мы видим? Ну, как вы видите, вот эта штука, она уже без лесенок. Борода более-менее. Потому что на фатке она, знаете, такая вся ребита, она вся зернистость. Здесь ситуация лучше. Ну, в принципе, как вы можете заметить, не такое мыло. Сейчас давайте пройдем в тот угол, где у нас девчонка прогрузилась. Ну, как вы видите, прогрузка иногда точно такая же, а не прямо передо мной. Может быть, это как-то от локации зависит, не знаю. Так, давайте выйдем в город, посмотрим, как там все. То, что меньше лесенок, меньше каких-то таких вот ребристостей. Даже не знаю, как написать. И давайте угоним у кого-нибудь тачку. Прямо перед копами. Ой-ой, какой стоп-кадр. Вся вот эта дальность прорисовки, плавность, а также разрешение очень заметно. Вот именно тогда, когда ты едешь от третьего лица. Удали все четенько. Ну да. На иксе куда приятнее играть. Опять же, из-за количества кадров и из-за разрешения. Давайте немножко покатаемся, посмотрим, что и как. Кстати, прогрузки иногда такие же, как и на Xbox One Fat, на самом деле. То есть, перед вами появляется пар, какие-то элементы подгружаются. Ну, вот вы, в принципе, это все видите. Ну, и надеюсь, что, когда выйдет уже улучшенная версия, все вот эти проблемы устранят. Потому что, мне кажется, игре все-таки нужно полироваться еще долгое время. Несмотря на то, что она вышла, мне кажется, они все равно это сделали на скорую руку. И чтобы игра работала идеально, им нужно было больше времени. Ну, на мой взгляд. Мне это кажется, или там машина не прогрузилась? Да. Короче, в принципе, вы все могли заметить сами. Проблемы встречаются и на консоли Xbox Series X, но они не такие явные. Если же делать вывод, то могу сказать так, что на фатке, да, игра выглядит хуже, но это касается, в первую очередь, разрешения и количество кадров в секунду. На XC намного все стабильнее, намного четче и играть намного приятнее, скажу я вам. Сказать, что на фатке, ну, прям невозможно играть, на мой взгляд, могут сказать только те, кто играл уже в более улучшенную версию. Но так как она идет на фатке, мне кажется, что больше она все-таки похожа на какую-то Switch версию. Это я, кстати, еще, по сути, играл на Full HD телеке, где, в принципе, разрешение не так бросается. У меня телек маленький, и если бы я играл на большом телеке, особенно 4К, то, в принципе, та обстановка, которая была на фатке, она еще бы больше бросилась в глаза, поскольку больше изображения. Также мне очень интересно, как игра идет на Xbox Series S, если вы вдруг обладаете данной консоли, то напишите о своих впечатлениях в комментарии. Как итог, могу сказать, что в Cyberpunk на фатке играть можно, но уже, наверное, не так приятно, как на более мощной консоли. Как-то так. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Обязательно оставляйте свое мнение, не забывайте подписываться на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.